Привет, друзья! Сегодня на нашем максимальном обзоре будет вот эта небольшая, но очень красивая упаковка корма ZOOGURMAN полнорационный сухой корм для взрослых кошек с океанической рыбой Как всегда, максимально подробно разберем его состав, продегустируем и в конце видео подведем итог Подходит ли данный корм нашим с вами котикам Но больше чем уверен, что вы и в середине ролика уже поймете, подходит или не подходит Так что усаживаемся поудобней, машем хвостиками и погнали! Данный корм выпускается у нас в России, в Белгородской области, на заводе Лимкорм Этот завод нам уже хорошо и хорошо известен Есть достаточно большое количество обзоров на корма, которые были признаны на этом самом заводе Ну, потому что они делают не только свои бренды, но и по заказу различных компаний В частности, компании ZOOGURMAN, которая нам утверждает, что изготовлен по оригинальной рецептуре и технологии компании ZOOGURMAN Но сразу, друзья, скажу, что состав-то здесь вообще не уникальный, достаточно обычный состав А вот технология... Ну, если у компании Лимкорм есть определенное оборудование, то выше этого оборудования, но не перепрыгнешь Там не изобретешь велосипед на этом самом оборудовании То есть, есть уже технология, которая, как говорится, позволяет делать определенные корма, определенные рецептуры И вот так вот заявлять, что по оригинальной технологии я бы, конечно, не решился Но хотя, опять же, возможно, какие-то есть нюансы, которые мы с вами не знаем Так что в данном случае, ну, давайте, как говорится, поверим, что изготовлено по оригинальной рецептуре и технологии И вот сразу же может возникнуть вопрос, а что же здесь такого оригинального? Честно, не знаю Сейчас мы с вами при разборе попробуем разобраться, а где тут что-то оригинальное Состав как состав, и я бы так сказал, ну, или это верхний уровень эконом-корма, либо это нижний уровень премиум-корма Хотя вы можете сказать, что ну, как же здесь написано супер-премиум? Ну, малыш, здесь написано Еще раз, друзья, напоминаю, что этикетка может быть всякой разной И красивой, и некрасивой, и вот даже вот очень красивой Я считаю, что упаковка корма зоого-гурмана выглядит просто бомбически Она стоит намного дороже, чем ее содержимое Но это, опять же, мое мнение Итак, друзья, давайте перейдем к разбору состава этого корма Я вам сразу скажу, что в составе данного корма не указано ни одно процентное соотношение То есть мы не можем с вами знать, сколько здесь содержится какого-либо ингредиента Нету И более внимательные зрители могут сказать Сергей, а у тебя уже было вот несколько таких вот обзоров И при том, что, как говорится, совсем недавно Да, друзья, и на самом деле это случайно так получилось Что вот этот третий мой обзор В котором корм без процентного соотношения Да, это у нас есть Корм ландор В котором нету ни единого процентного соотношения И также Корм зооменю Ну, если кто не видел обзор на эти корма То, пожалуйста, ссылочки я оставлю внизу в описании Так что в этих кормах Также нету никакого процентного соотношения Ну, как, в принципе, и здесь Может быть, какая-то такая традиция пошла у производителей Но я считаю, что это крайне неправильно Это неуважение к нам с вами К нам, потребителям Но это исключительно мое мнение Но давайте все-таки вернемся к нашему зоогурману На первом месте у нас идет 10 ингредиентов Под названием океаническая рыба Какая океаническая рыба? Какая именно рыба Подразумевается по словам океаническая? Нет, к сожалению, мы с вами не знаем Производитель, ну, посчитал нужным Ну, точнее, бренд посчитал нужным Не указывать эту информацию Ну, разумеется, как и процентное соотношение Ну, насчет процентов больше повторяться не буду Мы с вами поняли Здесь производитель нас с вами не уважает Это мое мнение Опять же, океаническая рыба Какая именно, имеется в виду форма этой рыбы? Дегидрированная, либо мука, либо мясокосная мука Может быть свежая В какой форме вот этот ингредиент сюда поступил Так что это тоже достаточно важные факторы и показатели Свежая, либо там вообще мясокосная мука Опять же, из каких частей рыбы это сделано Из филе, либо целиком из тушки Это очень-очень-очень важные такие параметры Которые очень существенно влияют на качество корма Здесь мы не знаем, что за океаническая рыба Но зато подразумеваем, что раз у нас идет рыба То это считается гипоаллергенный ингредиент Высокоуслояемые белки И, конечно же, источник в том числе Жирных кислот омега-3 Но какая рыба, мы не знаем Дальше у нас идет дегидрированное мясо птицы Опять же вопрос Какая птица? Я достаточно часто задаю этот вопрос И почему-то в основном краски кормам производства лимкорм Какую птицу вы здесь используете? Неужели трудно написать? Используем курицу, индейку, утку, страуса, голубя? Или это только я задаюсь таким вопросом? И больше никто, и даже сами, кто разработали оригинальную рецептуру Не задумывается Но мне лично важно, что кушает мой питомец Не знаю, как представителям данного бренда Возможно, вам так же, но все равно, что он кушает Мне лично важно знать, что кушает мой питомец Я это пытаюсь объяснить всем и всем своим зрителям И всем, кого встречаю, как говорится, в реальной жизни И беседую, как говорится, о кормах Важно знать, что кушает наш питомец Мой, в частности, мне сюда важно Дальше у нас идет кукуруза Очень многие из вас знают мое отношение к данному ингредиенту Я против кукурузы, в том числе и пшеницы В составе кормов для наших с вами питомцев В данном случае следующий ингредиент у нас используется рис Но есть также корма от зоогурмана В котором используется не рис, а пшеница Так что некоторые линейки содержат в том числе и пшеницу Но в данном случае рис Я, как говорится, скрепя сердцем, рис допускаю Но вот насчет кукурузы нет, я категорически против Даже на канале есть отдельный ролик про кукурузу Этому ролику уже больше двух лет Но он все равно по-прежнему актуален Но что интересно В упаковке написано Злаковые культуры Оптимальное соотношение злаков к мясной составляющей И достаточное количество необходимых питательных веществ Обеспечивают легкую усвоенность и является источником энергии Какое достаточное количество питательных веществ обеспечивают злаки Для наших облигатных хищников У которых рацион должен состоять в основном из мяса Они хищники И им как раз таки все питательные вещества необходимые для своего организма Намного проще и физиологичнее получать как раз из мяса и субпродуктов Но никак не из злаковых Вы могли бы просто написать Мы добавили сюда злаковые Для того чтобы корма было больше и стоило дешевле И использовали максимально дешевые злаки Ну в данном случае у нас идет кукуруза Ну и рис по большому счету не намного дороже кукурузы Вот это было бы более правда Чем вы вот так вот пишите Что оптимальное соотношение злаков к мясной составляющей И так далее и тому подобное Необходимые питательные вещества Ну вот зря вы вот так вот это написали Ладно, идем дальше Как я сказал, следующий ингредиент это рис Да, я его допускаю Потому что углеводы нужны в составе кормов Я вам каждый раз это говорю Это технология производства сухих кормов В данном случае производитель использует рис Очень обобщенное наименование В принципе как и кукуруза Мы не понимаем в каком во-первых виде эти два ингредиента Мы не понимаем какая это часть этого злака Этого семечки, да, там используется То есть это может быть и шрот, и ошметки А может быть и вообще и рис в том числе Можете белый, и коричневый, и черный в том числе Какой рис? А вот какой-то рис Вот такая вот оригинальная рецептура Дальше у нас будут животные жиры Опять же, какие животные здесь используют? Понятное дело, что корм зоогурман, ну я бы сказал бы дешевый корм Но все равно можно же более подробно написать Или у вас такая оригинальная рецептура, что вы допускаете животные жиры различные? Курицы, не знаю, там индейки, говядины, свинины, там еще кого-то Ну животного, да, какого-то животного Понятное дело, что они будут содержатся жирные кислоты Понятное дело также, что это является хорошим таким ароматизатором и усилителем вкуса Но все-таки, какие животные вы используете? Опять же, какой здесь используется консервант для сохранения свежести этого жира? Хорошо, дальше у нас идет растительная клетчатка Но в принципе у нас здесь и так уже есть кукуруза, рис Зачем вы еще отдельно добавляете клетчатку? Да, понятное дело, что это я придираюсь И растительная клетчатка, она в первую очередь нужна, конечно же, для хорошего пищеварения Также создает сытость определенную в желудке, потому что она имеет свойство разбухать И также притормаживает передвижение корма по пищеварительной системе То есть позволяя корму как бы больше отдавать полезных веществ в организм питомца Следующий у нас идут гидролизованные животные белки Да, в первую очередь это используется как ароматизатор Так что он имеет достаточно насыщенный аромат Следующий ингредиент это пивные дрожжи Великолепный источник витаминов группы B Разумеется, хороший природный ароматизатор и усилитель вкуса Также благотворенно влияет на пищеварительную систему И также нам отдельно здесь производители указывают, что хорошо влияет на шерсть кожи Действует на обмен веществ и иммунитет Но, к сожалению, почему-то про пищеварительную систему он здесь не дописал Так что, товарищи представители данного бренда, можете смело написать, где пивные дрожжи Что также благотворно влияет на пищеварительную систему Как говорится, лишняя фраза о том, что какой хороший корм будет, я считаю, что не лишним Следующий у нас идет лососевый жир Здесь производитель нам уже указал, что именно используется лососевый жир, а не допустим рыбий жир Ну что ж, молодцы, уточнили, но при этом не написали, при помощи каких консервантов он сохраняет свою свежесть Но, как говорится, здесь это производители не пишут, как говорится, ну такая традиция у него Опять же, мы с вами знаем, что рыбий жир, ну в частности лососевый Это великолепный источник омега-3 жирных кислот, которые очень необходимы нашим с вами питомцам Ну и, конечно же, является хорошим природным аромбодизатором вкуса Да, чтобы корм был вкуснее и намного приятней, приятней пах Но я напоминаю, что в первую очередь все производители стараются делать корм ароматным Потому что наши с вами питомцы лучше, конечно же, чувствовать, нежели вот на вкус Поэтому первая их эмоция от корма, это, конечно же, на запах И поэтому как раз таки все-все-все производители делают упор именно, что в первую очередь на аромат А уже потом на вкус Ну а благодаря дегустации мы, как раз таки, более точно, более полно видим картину по каждому корму И даже примерно можем составить его процентное соотношение различных ингредиентов В частности, зерновых, насколько они сильно доминируют Даже если производитель и не пишет, вот сколько здесь нас кукурузы и риса Но даже по вкусу мы с вами можем примерно понять, а сколько здесь этого есть ингредиента Ну, соответственно, при дегустации я вам более подробно расскажу мои вкусовые ощущения Да, те, кто не знает, дегустацию краски провожу именно я Ладненько, идем дальше Следующий ингредиент у нас витаминно-минеральный комплекс Достаточно большой комплекс, ничего сказать не могу Хорошо Это такой достаточно базовый и распространенный комплекс Который, как говорится, должен и обязан быть в составе кормов Следующие у нас идут пробиотики Ну, здесь производитель опять же не пишет, какие именно пробиотики используются Но по большому счету их польза, ну, как говорится, преувеличена Мы с вами досконально не знаем, влияют ли пробиотики на пищевательную систему наших с вами питомцев Да, есть исследования на нас с вами, на людях, ну, на животных, в частности на котиках Их нету Поэтому сказать, да, они хорошо и благотворно влияют Ну, вот, такой очень спорный момент Но если помогает, то пускай и будут, ничего плохого в этом нету Тем более пробиотики достаточно очень дешевый такой ингредиент И сейчас практически каждый второй бренд себе в кормовых добавляет Как говорится, недостатка в пробиотиках нету Дальше у нас идет таурина, незаменимая аминокислота Которая у наших с вами питомцев, котиков, самостоятельно не синтезируется В отличие от наших с вами пёсиков, у которых она синтезируется Поэтому в любом корме для кошек таурин обязан быть Но здесь производитель нам отдельно это указывает, что он добавил таурин Незаменимая аминокислота, необходимая для хорошего зрения, нормального функционирования сердца, головного мозга и периферийной нервной системы Да, согласен полностью, это незаменимая аминокислота И хорошо, что она здесь есть Но, как говорится, по-другому и не может не быть Дальше производитель у нас добавляет отдельно различные полезные аминокислоты Которые, по большому счёту, при достаточно хорошем содержании мясной составляющей, мяса и субпродуктов Должны были быть изначально Это всё необходимые аминокислоты для наших с вами котиков Дальше производитель у нас добавляет плоды шиповника И даже для нас с вами он расшифровывает, что это природный антиоксидант Общекрепляющий и тонизирующие противовоспалительные средства, улучшающие работу желудочно-кишечного тракта Профилактика атеросклероза И сюда у меня сразу такой вопрос Вот к любой такой травке, к любой ягодке, которая добавляется Откуда вы это, друзья, знаете? Есть какие-то интересные исследования на нашем котиках? Я вот, если честно, их не видел Если есть, то большая просьба, поделитесь, пожалуйста Мне будет очень интересно их почитать Я, конечно же, скажу, извиняюсь Да, плоды шиповника были изучены Их влияние непосредственно на наших с вами котиков Но, как говорится, есть и есть Хорошо Если они пользы никакой не приносят, то как бы... Ну, да и ладно Они не занимают достаточно большого объема от общего состава корма Так что все вот эти добавки Даже вот начиная с пробиотиков и дальше-дальше-дальше заканчивая Но это максимум 1% То есть очень незначительное его количество Но вот отдельно я бы так, конечно же, на месте производителя не писал бы Однозначно, что плоды шиповника вот так вот хорошо-хорошо влияют на наших с вами питомцев Следующий ингредиент это у нас экстракт Юки Шидгера Достаточно часто встречаем уже ингредиент И производитель также нам здесь указывает, для чего он нужен Содержит натуральные вещества для поддержания здоровья, иммунитета и нормальной работы кишечника Уменьшает запах выделения животного Но меня смущает другая надпись, которая здесь у производителя Уменьшает запах выделения животного Какие именно выделения? Вот так бы написали бы Фекалий А то, ну, может быть, пота Может быть, не знаю, мочи Ну, как-то хотелось бы более подробно Если вы пишете, то уж и пишите, что же стесняетесь-то И последний ингредиент Антиоксиданты Это, конечно, потрясающий ингредиент Какие именно здесь используются антиоксиданты? Я напоминаю, что антиоксиданты бывают двух типов Искусственные и натуральные Я, конечно же, за натуральные Но, как правило, когда производитель использует натуральные антиоксиданты Он этим хвастается Что вот мы используем натуральные антиоксиданты И обычно их пишут А здесь Я подразумеваю, что, скорее всего, здесь используются искусственные антиоксиданты А вот какие именно? Ну, если честно, я не знаю Потому что даже среди искусственных антиоксидантов Есть различные, как бы, виды их Вот так вот Да, как говорится, менее опасные Более опасные И так далее Здесь производитель почему-то, опять же, нам не пишет Ну, не знаю, почему на самом деле Вот бренд Зоо Гурман себе позволяет Вот такое вот написание состава Да, то есть Не раскрытое, не полное Какими-то общими фразами И при этом даже неизвестно процентное соотношение ингредиентов Но при этом пишет, что это супер премиум Ну, хотя, опять же, это больше, наверное, все-таки дизайн, а не констатация факта Что это супер премиальный корм Потому что я больше уверен, что вы и так все видите по составу Что он тут, да, супер премиум Он здесь, ну, как-то вот далековато Как минимум мы с вами не знаем процентное соотношение мясных ингредиентов Да, и мы даже не знаем, какие именно вот икеническая рыба Что это именно, что мука свежая Что это за ингредиент такой Ну, вот, производитель почему-то считает нужным не писать Ну, как, опять же, возвращаемся, что изготовлено по оригинальной рецептуре Я бы посоветовал компанию Зоогурман Все-таки не заниматься оригинальной рецептурой А делать нормальную рецептуру Более подробно ее описывать Чтобы мы, потребители, знали, чем кормим своих котиков Ну что, друзья, давайте посмотрим, что у нас здесь по гарантированному анализу По белкам у нас 29%, по жирам 15%, клетчатке 2%, зольность 7,7% Остальные показатели вы видите на экране В том числе и стоимость данного корма Корма 350 грамм Зоогурман Океаническая рыба Ну что, друзья, давайте скроем, да, продегустируем океаническую рыбку Насколько здесь она пахнет у нас рыбкой Как всегда, друзья, перед дегусацией я вам напоминаю Что не каждый корм стоит пробовать Ну, во-первых, не всегда это бывает безопасно А, во-вторых, для этого есть я В данном случае я вам, кстати, не рекомендую его пробовать Потому что, как минимум, меня смущает ингредиент антиоксиданте Какой именно антиоксидант здесь используется Итак, несмотря на то, что у нас такая хорошая, красивая, интересная упаковка То есть, если смотреть по пятибалльной системе То есть, для меня 5 баллов из 5 я бы точно поставил Очень классная упаковка Вообще замечаний нет Но легкого вскрытия здесь тоже нету Как и замечаний к дизайну Вот в замечаниях упаковки есть Да, здесь нам тут нарисовано, что вот ножничками надо вот так вот вырезать Но это же не наш путь Мы вот все делаем как-то вот так Ну, если что, зип-замка здесь также нету Ну, кстати, аромат есть какой-то Но, если честно, я бы не сказал бы, что он как бы пахнет океанической рыбой Но аромат есть Гранулы достаточно аккуратненькие, небольшие, такими бочоночками То есть, такие миллиметров по 5, наверное Ну, форма такая, кстати, достаточно прикольная Сверху они достаточно жирные То есть, смело можно предположить, что После приготовления корма Сверху краски покрываются дополнительно вот жиром Чтобы создавался лучший аромат Для наших с вами питомцев Ну, цвет, в принципе, сами видите, достаточно такой светленький Ну что ж, давайте попробуем Что тут за оригинальная рецептура Может быть и вкус очень интересный Ну что, друзья Честно скажу Мне вкус не понравился Нет, он насыщенный Вкус есть И консистенция гранул достаточно интересная И такая жирность очень аккуратная, приятная То есть, котикам должен понравиться Я больше чем уверен, что у него хорошая поедаемость Больше чем уверен Но вот этот вкус Даже трудно его описать Какая-то смесь различных вкусовых ощущений Ну, мясом не пахнет Рыбой не пахнет Вот какая-то такая смесь И вот если заметно на камере То у меня даже слезы потекли Ну, мерзкий вкус Если честно, захотелось заесть какой-нибудь шоколадкой Либо каким-нибудь лимонадом Вкус есть Насыщенный, но он мерзкий Но это, опять же, по своим вкусовым ощущениям А так, больше чем уверен Что котикам вот это понравится Ну что, друзья, давайте подведем итог По данному корму Итак, друзья, скорее всего Вы свое мнение по данному корму Уже сформировали Но я повторю некоторые моменты По вкусу Да, вкус есть Но он противный Мое мнение По составу В принципе, я уже все по нему сказал Мне состав не понравился Вот не понравился То есть, если бы вы меня спросили Сергей, а ты дал бы своему котику данный корм? Нет Но, опять же, друзья, я вам напоминаю Что это исключительно Мое мнение Которое может лететь от вашего мнения От мнения производителя И от мнения наших с вами котиков Все-таки они тоже личности и индивидуальности И что кушать, а что не кушать Все-таки решать им А нам лишь с вами обеспечивать их Правильное и полезное питание Так что кормить или не кормить Этим кормом своего питомца Решаете только вы Ну а напоследок Небольшая рекомендация Компании ZOO GURMAN Вы очень хорошо сделали упаковку По дизайну Великолепно Большая просьба Сделайте, пожалуйста, и состав Тоже таким же великолепным Ну а всем хорошего настроения Любите своих питомцев Держите хвост пистолетом И пока!